14 января докладом прокуроров и защитников началось судебное слушание по делу черных риэлторов. Процесс проходит с участием присяжных заседателей. Как мы уже сообщали, коллегия присяжных из 8 основных и 12 запасных участников была сформирована к вечеру 10 января. Первое заседание, назначенное на 13 января, не состоялось. Одна из подсудимых не явилась на процесс. Сегодня все в сборе. Теперь судебные слушания планируются ежедневно, вплоть до вердикта присяжных. Председательствует на процессе федеральный судья Владислав Нихаев. 14 января появилось видео автомобильной аварии на улице Советской. Днем 7 января здесь Nissan X-Trail, вылетев навстречу, задел троллейбус, а потом врезался в опору уличного освещения. По предварительным данным ГИБДД, водителю кроссовера стало плохо, и он потерял контроль над машиной. Если бы не столб, иномарка врезалась бы в здание приемной президента. Никто из пешеходов не пострадал. Медицинская помощь потребовалась лишь одной из пассажиров троллейбуса, который в момент столкновения резко затормозил. Когда очевидцы подбежали к водителю иномарки, мужчина был уже мертв. Причины ДТП будут установлены после ряда экспертиз. Отделом по расследованию особо важных дел регионального следственного комитета расследуется уголовное дело по факту убийства 56-летней женщины, тело которой обнаружено утром 11 января на лестничной площадке в подъезде многоквартирного дома по улице Благоева в Твери. Все произошло вот в этой опечатанной на сегодняшний день квартире. Отсюда с первого этажа женщина, обливаясь кровью, добрела до соседей сверху. Но сил звать на помощь у нее уже не было. Ровно в полвенадцатого, ну без доти, я посмотрела, робко, робко, было два звонка у нас, вот звонок, и робко постучали в дверь. Но до этого были слышны очень большой ора в той комнате. Они постоянно это делали, уже вызывали полицию, и они меня будили. В два ночи однажды больно в прошлом году, и где-то так уже тоже в это время, я думала, опять то же самое. Вот так вот. Утром без десяти семь я собираюсь на работу, и работаю в школе учителем. Так, и у меня уроки в субботу в одиннадцатых классах. Я, значит, мне уже стучат в дверь. Скорее всего, я подумала, соседка кричит, здесь мертвая женщина лежит. Ну, я думаю, да, вот она лежала, вот здесь. Вот тут, только вот тут она прям лежала. Значит, не, 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 она лежала вот здесь вот. Вот отсюда начинаю. Вот так вот лежала. И на голову, и туда, и куда. Сюда голова, и туда ноги. Соседи говорят, что в квартире на первом этаже жил молодой человек. Женщина – его мать. В тот вечер пришла в гости к сыну. Когда-то женщина тоже жила в этой квартире. Она тогда вела такой образ жизни ненормальный. Она там, это вот. Вот эта женщина, да? Эта женщина, да. Потому что моя дочка, вот Наташа, она звонила Миле в полицию. Я говорила, что оргии там какие-то были ненормальные вообще. С сыном мы вообще даже, я не покажи его, какой он. Он ко мне приходил не так давно, месяц назад, наверное, сказал, что меня затопили. Я говорю, иди, пройди, посмотри, ничего у меня там нету. И он пошел такой интеллигентный, нормальный парень вроде внешне. Ну, то, что у них музыка грохотала с утра до ночи, у него всегда было три, два-три еще парня. Всегда вместе, друзья. И они, значит, здоровались, вежливые очень. Тем утром, говорят соседи, весь подъезд был в крови. Лицо не узнать вообще просто. Ну, у меня даже умение было, что-то может такое произойти здесь вот, в этом, в подъезде. Крови было, насколько? Крови было очень много, очень. Там лужа была целая, когда я мыл все, и туда в ее квартире я специально пошла, открыла дверь для интереса, думаю, посмотрю, что же там-то у них творится. Ну, вот, открывая дверь, открыта была. И там какая-то девушка стояла посторонняя, ну, вообще не знаю, не то, что посторонняя, я вообще не знаю, может, какая-то родственница, я вообще понятия не имею. Стоит девушка в одежде, и она даже на меня внимания не обратила. Я посмотрела, да, там все, везет кровь, это целая лужа. В совершении убийства подозревается сын женщины. Не знаю, цветный парень, ну, как это можно-то, что ее, ну, это уму непостижимо. Ну, это вообще, я, ну, прям, мне не верится, это, может, кто-то еще был. Следователем Следственного комитета и сотрудниками полиции проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств случившегося. Расследование продолжается.